За свои годы я встретил множество успешных мужчин. Начиная со времен, когда я служил в армии, до момента, когда я стал владельцем конференции и мог говорить с этими мужчинами на одном уровне. Я понял, что они совершенно иначе размышляют. И сегодня, господа, я поделюсь с вами 11 пунктами, в которых расскажу, как именно эти люди думают. И первое, они находятся в поисках вызова. Серьезно, они не избегают препятствий. Они, наоборот, идут им навстречу. Все видят нехватку каких-то инструментов. Все, кроме этих ребят. Они просто видят вызов для себя. Они видят эти препятствия, как некоторый тест, чтобы проверить, каковы они на самом деле внутри. Взглянем на классическую историю о Геркулисе. Все его знают как атлетически сильного мужчину. Но это не то, за что его запомнили. Он знаменит за счет своих 12 подвигов. Они считались нереальными. Геркулесу потребовалось 12 лет, чтобы с ними справиться. Но благодаря этому он стал бессмертным. Если подумать об этом, то это имеет смысл. Я знаю, что у вас есть так много желаний и амбиций. Вы хотите забраться так высоко, но сейчас вы в самом низу. Как же превратиться из кусочка угля в бриллиант? Самым, что ни на есть, природным путем. Вы проходите через давление, время и жару. Превращаясь в бриллиант или мужчину, которым вы хотите быть. Далее, работа над самосовершенствованием. Нет, давайте я перефразирую. Топ-1 мужчин создают системы, которые постоянно их развивают через любознательность. Итак, сперва они создают системы. Они не работают над этим, потому что, когда мы работаем над чем-то, мы устаем от этого и в конце концов просто провалимся. Но когда мы создаем систему, то это происходит автоматически. Это становится привычкой и вашим стилем жизни. А что насчет любознательности? Я взял это от Альберта Эйнштейна. Он сказал, у меня нет особого таланта, я просто очень любознателен. Ключевая особенность, когда мы любознательны, мы задаем вопросы, чтобы стать лучше в чем бы то ни было. Следующий пункт. Они делают себя сами, чтобы быть в состоянии помочь другим. Очень многие люди заявляют, что они бы с радостью помогли. Они бы с радостью сделали взнос в этот фонд, если бы у них были деньги или время. Но вот в чем дело. Это очень просто сделать. Потому что в реальности вы не будете ничего делать. Потому что намного сложнее это разобраться в проблеме и понять, что на самом деле надо сделать, чтобы ситуация изменилась. А затем взяться за работу и приложить усилия для того, чтобы что-то сдвинулось с места. Попасть в ту ситуацию, когда вы можете пожертвовать деньги, потому что ваш бизнес процветает. Ну или пожертвовать время, потому что вы создали такие условия, что вы можете себе позволить быть волонтером. Следующий совет. Они смотрят на свою жизнь, как она есть. Они знают, что жизнь несправедлива. Понимаете, человек, который принимает то, что жизнь не будет с ним справедлива, также быстро осознает, что жизнь несправедлива по отношению к кому-либо другому. У всех есть свои проблемы. Поэтому он говорит себе, хорошо, я это понимаю. Так, значит я буду использовать это для того, чтобы получить то, чего я хочу от своей жизни. И я не говорю тут о манипуляции людьми. Я говорю о том, чтобы лучше понимать людей и лучше понимать проблемы, с которыми они сталкиваются. Создать бизнес, который будет помогать людям, потому что мы все находимся в одной лодке. Следующие два пункта я свяжу вместе, потому что они хорошо сочетаются друг с другом. Топ-1 мужчин обладают нерушимым ядром. У них есть ответ на вопрос, зачем? Есть причина, которая является их столпом. И она у них появилась очень рано. Но вот тактики и то, как справляться с различными ситуациями, это уже гибкая часть. И это важно, это разные вещи. Одна двигается, другая всегда на своем месте. Но вместе они создают выигрышную комбинацию. Так что, когда вы понимаете свою причину, зачем, вы осознаете, что вы делаете, ваши принципы, вашу мораль. В таком случае, вы можете принимать быстрые решения, если это для вас или нет. И, конечно, тактики, которые вы будете применять, чтобы развивать бизнес. Это необходимо развивать и изменять. И умные люди понимают, что никакой план не может быть постоянным. Так что, когда вы создаете планы, затем понимаете, что он провалился. Неудача – это то, где мы обучаемся и к чему мы подстраиваемся. Поэтому тактики нуждаются в том, чтобы быть гибкими. Но ваше ядро, оно должно быть неподвижным. Оно прочно должно стоять на месте. Следующее, почему 1% мужчин думает иначе, а не понимает, что баланс – это работа. Очень многие, когда идут к успеху, они приходят к точке баланса. А затем они сразу разваливаются. И спрашивают затем себя, что произошло, почему что-то пошло не так? Как так? Был идеальный баланс, а затем все накренилось. Те, кто удерживаются наверху, они понимают, что мы как канатоходцы. Они никогда не достигают идеального баланса. Всегда приходится двигаться, чтобы его удержать. Но практически невозможно поймать баланс раз и навсегда. Помню, как я учился пилотировать во время службы. И старшие нам всегда говорили, чтобы мы следили за приборами. Потому что, если сфокусироваться только на одной панели, то точно можно было бы разбить самолет. В этом секрет баланса. Надо понимать, что это бесконечная работа, а награда того стоит. Итак, следующий пункт очень важный. Особенно для меня, потому что по нему мне предстоит сделать много работы. 1% мужчин очень разборчивы в том, кого они слушают. Они очень избирательно подходят к тому, чьи советы они принимают всерьез. Но это имеет смысл. Когда вы добились в жизни какого-то успеха, то вы повстречаете очень много людей, которые с радостью вас критикуют. Или будут ненавидеть. А может, еще и советовать непонятно что. Но зато на их взгляд это то, что вам надо. И вот, что самое страшное может произойти, это вас может поселиться сомнения. Вы должны всегда себя спрашивать и сами себя критиковать. Но вам следует быть начеку с теми людьми, которые просто хотят на вас выбросить кучу ненужной информации. Так что следует очень тщательно выбирать, кого стоит слушать. Давайте поговорим о тех, кто ориентирован на действия. Топ-1 мужчин – это те, кто принимают активные действия. Суть в том, что упасть лицом больно, и это неизбежно, когда вы хотите добиться своей цели. Вытащить бизнес на прибыль. Преодолять отказ, когда идете к инвесторам просить деньги. Банк будет хлопать дверью прямо перед вами. Но это ничто по сравнению с той болью, которую вы будете ощущать до конца своих дней, испытывая сожаления. Если я этого не сделаю, как я буду себя чувствовать через двадцать лет, когда посмотрю на свою жизнь. Подумая, что я мог бы сделать это. Я мог бы начать с этим бизнесом. Так что сравнивать боль, которую вы испытываете от этого сожаления, с той болью, которую вы испытываете, когда начинаете двигаться и сталкиваться с небольшими отказами, поверьте, лучше на чем-то великое сожаление. Далее, 1% мужчин знают правила. Они изучали правила. Что самое главное, они понимают, что правила придуманы другими людьми. И они не боятся выйти за рамки и играть по своим правилам. Я не говорю, что так надо делать каждый раз. Но когда вы начнете смотреть на вещи через эту призму, когда вы поймете, как все обстоит на самом деле, и погрузитесь глубже в эту тему, то вы поймете, что можете изменить перспективу в свою сторону. И в один прекрасный момент все, кто играет в эту игру, понесут убытки, кроме вас. Потому что ваша цель отличается. Вот чего вам следует придерживаться. Вы хотите, чтобы игра была вам на руку. Я не говорю про обман. Я говорю про разработку такой штуки, чтобы вы не могли не выиграть. Будь это в вашем бизнесе или поднять некоммерческую организацию на ноги, необходимо настраивать себя на успех. Если вы знаете, что, когда войдет из иголочки, то люди будут давать вам преимущество, зачем спрашивается стрелять себе в ногу и не одеваться соответственно. Или если вы понимаете, что некоторые манеры помогают вызывать доверие у людей. Почему бы не потратить немного времени, чтобы их выучить и начать пользоваться преимуществом. Давайте поговорим о том, как топ-1 мужчин принимает решение «о да» или «о нет». И если вы не можете сразу сказать «о да», тогда вы говорите «нет». До тех самых пор вам придется говорить «нет» чаще всего. Они отказывают многим людям, которые к ним обращаются. Потому что они их отсеивают таким образом, чтобы сфокусироваться и уделить больше времени тому, кто ответил «да». Таким образом, когда рядом с ними будет проплывать великолепная возможность, они будут готовы сказать ей «да», потому что они не сказали «да» какой-то посредственной возможности. Лично для меня это было очень непросто. Я очень хочу говорить «да» людям. Я хочу быть согласным. Не хочу никого огорчать. Хочу помогать людям. Но вот в чем проблема. У нас у всех есть всего 24 часа в сутках и очень ограниченное время, которое нам осталось. Последней каплей для меня стало то, когда я понял, что не провожу достаточно времени со своей семьей и с моей женой. Я был на все сто погружен в свой бизнес и это нарушило баланс. Тогда я понял, что мне надо чаще говорить «нет» всем этим бизнес, встречам и различным возможностям. И вот что я понял, когда вы отсекаете хорошие возможности, то у вас появляется время для того, чтобы ухватиться за великолепные возможности. И вот тут начинается магия. Какое видео смотреть дальше? Семь признаков того, что пора завязывать. Не знаю, как вас, ребята, но меня растили так, чтобы не бросать то, за что взялся. Но иногда, оказывается, лучше покончить с этим.